Соцнормы потребления электричества введут в России с 2014 года в соответствии с постановлением, подписанным Дмитрием Медведевым. Авторы документа надеются, что это позволит довести тариф на электроэнергию до экономически обоснованного уровня и сократить перекрестное субсидирование. В пределах соцнормы тариф на электроэнергию должен быть снижен, а за потребление сверхнормы граждане будут платить больше. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. Сегодня мы попытаемся разобраться, должны быть вообще какие-то нормы, ограничения на потребление услуг ЖКХ или нет. У нас в студии зампредседателя правления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Елена Фатеева. Здравствуйте, Елена Игоревна. Здравствуйте. И главный эксперт Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Наталья Порохова. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Добрый день, Александр. Ну, если у вас есть вопрос к нашим гостям, уважаемые слушатели, звоните по телефону 65 10 99, код города 495, 65 10 99 и 6, звоните, задавайте свои вопросы, либо пишите нам в интернет на страничку финам.фм программа «Парадокс». Первый вопрос очень простой, на самом деле. Зачем вводить вообще вот эти социальные энергопайки и какова их главная цель? Елена Игоревна, что это такое? Ну, на самом деле, тут сразу два вопроса, да? Зачем их вводить? Зачем и что это? И что это, да. Это, на самом деле, наверное, тема вообще всей передачи. Но сначала зачем? То есть у нас в стране, на самом деле, тарифы на электроэнергию для граждан являются льготными. Если мы сравним гражданина, который там потребляет на какой-то улице, и рядом представители там маленького нашего бизнеса, ну, ларек. То есть производителя, да? Производителя. Промышленника. Промышленника, да. То есть они платят больше, а мы меньше. Да, и эта разница в некоторых регионах достигает два с половиной раза. Понятно, что никакие экономические затраты другие для этого предпринимателя не производятся. Соответственно, здесь речь идет о том, что тариф для граждан занижен. Ну, это так сложилось у нас раньше, на самом деле, в 90-е годы. Ну, мы знаем, наверное, до 90-х годов, вы тоже, наверное, вам известны эту статистику. Что промышленность 2 копейки за киловатт в час, граждане 4. Потом, в силу нашего экономического развития, кризисных ситуаций, перевернута картинка была нигде в мире. Нет такого соотношения. Почему? То есть вы хотите сказать, что мы не платим 100% за электроэнергию, правильно? Граждане не доплачивают себестоимость. А это доплачивают промышленники за нас? Да. А, вот именно из-за этого хотят ввести... Из-за этого есть желание приблизить тариф для граждан к некому экономически обоснованному. То, о чем, собственно, говорил Дмитрий Медведев. Вопрос, какими мерами. Есть мера, например, синхронного повышения у всех категорий, но был принят другой механизм, на мой взгляд, более обоснованный, более правильный. У нас ведь... Что получается? Если мы установили, что 1 кВт-час электроэнергии для граждан является леготируемым, то кто является самыми большими бенефициарами от этого? Те, кто потребляют максимум электроэнергии. А это те, которые имеют много электрических приборов, обогревают полы, имеют бассейны. То есть граждане не бедны. То есть получается, что те, которые должны, граждане, требуют нашей социальной защиты, они как раз от этого механизма, который сейчас существует, получают меньше, чем те, которые имеют очень большое электропотребление. Угу. Наталья Владимировна, а что это такое, вот этот соцпайок? Соответственно, ожидается, что будет некая норма. Сейчас говорится о том, что норма должна покрывать в среднем 70-80% потребления электроэнергии человеком. И исходя из того, что у нас сейчас в среднем в России в месяц потребляется около 100 кВт-часов, ожидается, что в среднем по стране эта норма составит около 70 кВт-часов в месяц. В рамках данной нормы, допустим, 70 кВт-часов гражданин будет платить в рамках льготного тарифа. Он будет либо на текущем уровне, либо даже снижен. А сверх этого тарифа все потребление будет оплачиваться по более высокому тарифу. Сегодня это установлено, что он должен быть на 30% выше, чем тариф в рамках социальной нормы. Можно я просто немного прокомментирую, потому что Наталья цифры правильно называет, но там установлено, что не меньше, чем 70% всего совокупного потребления граждан должно быть в рамках социальной нормы. Не меньше. То есть регион может установить эту планку 90%. Я обращаю внимание именно совокупного потребления граждан, а не каждого конкретного человека. Потому что если опять-таки семья потребляет мало, она полностью уложится. Если у нас есть бассейн, мы не уложимся. Это первое. Это не уравниловка некая такая. По-моему, гораздо эффективнее было бы, чтобы расчет шел от отдельной семьи, от ее потребления. Подождите, так так на самом деле, я вот еще немножко не дошла. По поводу 30%. 30% роста тарифа вне рамок социальной нормы – это самая высокая планка. Выше нее нельзя. То есть ниже регион вполне может установить разницу тарифов в рамках социальной нормы и вне рамок. Например, 10%. Вот вопрос уравниловки. Вот как раз в этом смысле вот это постановление, оно даже, в общем, отчасти, поскольку долго выходило, очень хорошо проработано. Там рассматривается базовая норма. Это одинокопроживающий человек. Это и есть базовая норма. Независимо от площади, на которой он проживает? Нет, независимо. Дальше, причем эта базовая норма, она формируется на основе статистики конкретного региона. Берется выборка из 10 тысяч домохозяйств. То есть это значит, что соцнорма дифференцирована по регионам. Если в регионе рамки потребления большие, но есть у нас там использование кондиционеров, отопительных приборов. Значит, дальше, на каждого следующего, значит, проживающего совместно прибавляется 50, потом 20, 20, 20 до 5 человек домохозяйств и выше. Это столько категорий домохозяйств. То есть тут очень индивидуальный подход. Есть дифференциация по категории оснащения электроприборами. То есть с газовыми плитами мы считаем вот как раз эту базовую норму на одного проживающего. Электроплиты нам добавляют на каждого человека. Но сейчас то же самое происходит, нет? Вот сейчас мы платим. Разве не по такой технологии? Нет, подождите. Вы сейчас платите по единому тарифу за ваше фактическое потребление. Дальше. Но все зависит от того, есть ли у меня, например, электрическая плита или нет. Правильно. Это означает, что социальная норма, которая вводится, тариф, который вы будете платить в рамках социальной нормы, она максимально адаптирована к вашему текущему потреблению. Учтено все. Есть у вас электроплита, есть у вас или нет электроподогрев или электрический нагрев воды. Все это в социальной норме учтено. То есть иными словами, если гражданин на самом деле не имеет каких-то сверхпотребностей, то по идее он должен практически 100% уложиться в рамках социальной нормы. Те превышения, которые будут сверх социальной нормы, все-таки касаются граждан с более широким объемом электропотребления, более широким набором приборов. По большому счету получается так, что сейчас мы платим за какой-то определенный объем потребленной электроэнергии, а нам предлагают из этого объема забрать 30%, за который мы будем платить гораздо больше. Нет, не так. Из этого объема вам предлагается взять установленную в киловатт-часах социальную норму для вашего домохозяйства, для вашей семьи установленную. Ну, понятно, что там есть определенный разбег, но конкретно для вас вы выберете сами, сколько у вас проживающих, какие у вас приборы вы выберете. То есть вот это вы будете оплачивать в рамках тарифа по социальной норме, все, что ваше фактическое потребление выше этого, будет по более высокому тарифу. При этом это не означает, что социальная норма у вас будет 30% потребления. Это означает, что она, если мы перефразируем, меньше чем... Мне кажется, что мы так запутаем окончательный бесповорот на наших слушателей, если честно, особенно бабушек, дедушек и так далее. Ну, то есть в среднем она будет, условно говоря, 70% покрывать, но по отдельным категориям граждан она будет совершенно дифференцирована. А значит ли это, что на самом деле повышается просто цена? Ну, цена, безусловно, скорее всего, повысится. И повысится она сколько? Нет, на самом деле это не... На самом деле как раз это не означает, что цена повышается. Вот в тех пилотных регионах, которые сейчас... На самом деле для всех с 1 июля 2014 года, согласно постановлению, такая возможность уже, я не знаю, там обязанность, право будет. А для пилотных регионов в составе 7 регионов, это уже с 1 сентября. Так вот, для пилотных регионов в рамках социальной нормы тарифы несколько снизятся, а сверх социальная норма будет несколько выше, чем сейчас. Еще раз напомню наш телефон 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим об электроэнергии и вообще об услугах ЖКХ. Встретимся буквально через несколько минут. В следующем году для россиян ведут норму потребления электричества. Вот об этом мы сегодня и пытаемся говорить, и понять самое главное, зачем, для чего и что это такое, что это за соцпайок такой. У нас сегодня в гостях Елена Фатеева, зампредседателя правления некоммерческого партнерства, гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. И Наталья Порохова, главный эксперт Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Вот в первой части разговора я задал обычный и простой вопрос, зачем и что это такое. И из вашего объяснения, вроде все понятно и структура понятна, но я запутался. Вот честно, я просто-напросто запутался. Мы вроде 100% платим сейчас, ну, исходя из того, что у нас есть, да, вы говорите, что гораздо меньше по льготной цене за электроэнергию. Но у меня сложилось впечатление, что я буду платить еще больше. Я же не знаю, какая соцнорма будет введена в следующем году в нашем регионе, в Московской области, например. Укладываюсь я, не укладываюсь. У меня сейчас в сознании только одно – цена будет выше, я буду платить больше. Объясните мне, вот нормально, чтобы было понятно, что это такое, что за соцнорма, что за соцпакет, как она будет формироваться. Почему 30%? Почему не 40? Почему не 50? Почему не 10, в конце концов? Почему 30? Ну, пока основной посыл правительства заключается в том, что, действительно, норму мы будем вводить постепенно. Это для того, чтобы повысить, дойти до этих 100%, да, о которых мы говорили? Нет, ну, если опять возвращаться к вопросу, зачем, в принципе, Елена как бы уже объяснила, у нас существует перекрестное субсидирование. Население платит меньше, чем аналогичные юридические лица, которые также, как население, потребляют электроэнергию на низком напряжении. Соответственно, промышленность платит за население. И, может быть, там, это было незаметно 10 лет назад, когда цены на электроэнергию в России были действительно достаточно на невысоком уровне. Но сегодня, когда цены на электроэнергию уже там намного выше, чем, например, в Соединенных Штатах Америки, тот объем перекрестного субсидирования, который ложится сегодня на промышленность, безусловно, становится совершенно неподъемным. Как избавить промышленность от перекрестного субсидирования? Да, действительно, можно оставить так же, как есть. Но, наверное, уже эта ситуация недопустима. Можно просто повышать цены на электроэнергию для населения. Можно, конечно, снижать цены для промышленности и приближать с этой стороны. А нельзя все сделать одинаково для всех? Или это слишком будет тяжело для населения? Для населения будет тяжело. У нас по статистике самая маленькая разбежка между ценами мелкой промышленности и граждан 15%. Вот в Москве, например, практически уже тариф для граждан Москвы экономически обоснован. Даже идет речь, там нужно ли в Москве социальную норму вводить. А вот есть регионы, там Иркутск, там Хакасия, там два-два с половиной раза разницы. То есть, по большому счету, мы не можем ни снизить цены для промышленности, ни существенно повысить для населения, потому что социальный взрыв наверняка будет. Нам это не надо. То есть, среднюю цифру мы тоже не можем найти, не можем нащупать. Тогда возникает вопрос, а как выйти вообще из этой ситуации? Вы вот очень правильно поставили вопрос, только неправильно дали ответ. Вы очень правильно сказали развилку, что мы не можем не сильно уронить цены для промышленности, потому что реально там энергетическая отрасль тоже требует того, чтобы ее поддерживать, иначе, ну, на самом деле, мы можем все порушить систему, вообще никто не получит электроэнергии. Не поднять для граждан. И вот как раз некий, можем сказать, компромисс, но и не только компромисс, но механизм, который, наверное, самый щадящий, самый правильный, это для граждан дать вот эту социальную норму как необходимый, достаточно комфортный для проживания такой средний уровень. Если гражданин имеет неэффективное энергопотребление, если он много потребляет, неэффективно потребляет, вот как раз тогда мы ему, да, и говорим. Да, вот ты тот человек, который попал вне рамок соцнормы, да. У меня к вам предложение. Давайте послушаем Михаила сначала. У нас еще ждет и Александр. Сначала Михаила. У него есть вопрос. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, первое подтверждение, что, ну, по сути дела, у нас монополизирован весьма сильно рынок услуг для граждан по электричеству, да, поэтому у нас, по сути дела, происходит следующее, монополизированное все это хозяйство государства, принимая цены, прикрываясь при этом красивой сменой. Это первая мысль. Вторая мысль, что при этом не смотрится совершенно на то, сколько на самом деле может стоить это электричество, не в соответствии с тем, сколько там выставляет конкретная компания, выставляет то, что делал у нас государство, да, потому что я просто брал и считал. Я просто считал, сколько стоит газ в расчете на джоулли, да, сколько стоит электричество в расчете на джоулли. Ну, у нас получилось, что газ дешевле электроэнергии, да? В пять раз. При том, что КПД преобразующих установок 80%. А остальное, ребята, вы навариваете. Понятно. В чем ваш вопрос, Михаил? Вопрос. Может быть, нужно бороться с монополией? Понятно. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, Михаил. Давайте сразу ответим на вопрос Михаила. Александр немножко нас подождет. Ну, вот смотрите, на самом деле, про то, что у нас действительно гражданам продают только гарантирующие поставщики, и у нас для граждан, в общем, пока альтернативы нет, это верно, но это скорее связано с той ценовой политикой, которая у нас есть. У нас для граждан устанавливаются тарифы, они низкие, только гарантирующие поставщики могут предоставить гражданам такие тарифы. Что касается, что у нас государство везде, это не совсем верно, у нас часть энергетического... Это была реформа совсем недавно. Да, она частная, у нас генерирующие компании частные. Только от этого легче не стало. У нас есть только сетевые компании, где преобладают доли государства. Сравнение с газом, я думаю, тоже не совсем корректно, потому что, как я поняла, может быть, я ошибаюсь, но смысл был в том, что было пересчитано газ, сколько должно стоить электроэнергии. Но это у производителя. А у нас есть еще сетевые компании, которые доставляют, есть бытовые компании, которые продают. У меня, например, вообще все наоборот. У меня газ гораздо дороже, чем электроэнергия. То есть я плачу больше за газ, потому что я его потребляю больше и живу в частном доме, а за электроэнергию гораздо меньше. То есть здесь у меня совсем другая ситуация. Но электроэнергия, прямо скажем, в доле коммунальных услуг, в электроэнергии, но она где-то, наверное, до 15%, даже, может быть, ниже у некоторых граждан. Поэтому она, может быть, не самая критическая в этом смысле тема. Но насчет того, что надо рынок развивать, это правильно. И регулирование развивать, если это монопольная бизнеса, как сетевые компании, это тоже правильно. Но это не совсем к соцнорме. Это должно быть два параллельных процесса. Но цена завышена сегодня. Для кого? На электроэнергию. Для граждан датируемая. Датируемая, но граждане говорят о том, что она завышена. Да, Наталья, да. Ну, в защиту Михаила, действительно, хочется сказать, да, конечно, достаточно четко ответить, там, завышена у нас цена для промышленности или нет, наверное, мы не можем, да. Все мы видим инвестиционные программы, все мы видим издержки энергокомпаний. Наверное, вот так сходу сказать, вот ты получаешь излишне, наверное, нельзя. Но если проводить некий там бенчмаркинг, да, там, берем оптовую составляющую цены на электроэнергию, да, она у нас, в принципе, на американском уровне, на европейском уровне, хотя топливо у нас дешевле. Берем сетевую составляющую, да, соответственно, она у нас вообще там очень высокая в цене. То есть, возможно, как бы, на самом деле вопрос Михаила, безусловно, имеет место быть. И когда мы хотим все-таки довести уровень электроэнергию населения до промышленности, наверное, нужно двигаться с двух сторон, да. Давайте Александра послушаем. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Алло. Зорвался, по-моему. Тогда давайте выслушаем, и у нас есть еще один телефонный звонок, это Олега. Олег, здравствуйте. Олег. Так, ну и Олег, по-моему, сорвался у нас. Ну, давайте все-таки попытаемся разобраться. Вот на сегодняшний день, ведь речь уже даже идет не сколько вообще об электричестве, вообще о том, что ЖКХ нужно переводить на другую систему. И на вот этом заседании правительства даже заговорили про воду, что вода будет тоже переходить на эту систему, но в 15-м году. Вообще, если говорить о рынке ЖКХ, темная лошадка, с которой нужно бороться? Ну, слово «бороться», наверное, не очень правильно. Ну, имейте в виду в том состоянии, в котором она находится, да. Нужно ее переводить в порядок. Это правда. Это да. Ну, как бы, платье мы достаточно уже сейчас много, да, то есть если 5 лет назад... Например, ощущается очень сильно на кошельке. А, соответственно, качество, безусловно, тех услуг, за которые мы платье, наверное, мы получим достаточного уровня. А тогда что из себя сегодня представляет рынок электроэнергии в России? Вот он... Вы говорите о том, что, по большому счету, монополия убита, ну, уничтожена. Да, у нас есть энергосбытовые компании, да, которые продают поставщика... Сбытовые компании, которые продают электроэнергию покупателям. Они же тоже получают эту электроэнергию от оптового рынка, да, на оптовом рынке приобретают ее. Ну, а на оптовый рынок от производителей? Давайте тогда еще раз вернемся, действительно, чтобы было понятно, что представляет собой конечная цена. Вот, конечная цена, например, для промышленности представляет собой составляющую из-за того, что вырабатывают там и там затрачивают для этого, вырабатывают электроэнергию генерирующие компании, то, что вы называете оптовым рынком. Есть у нас, правда, составляющие еще розничной генерации. Потом у нас есть услуги по передаче, согласно, занимают уже немалое место в конечной цене. Есть услуги с бытовых компаний и есть небольшая составляющая еще. У нас есть операторы оптового рынка и так далее, тоже инфраструктурная организация, они тоже составляют небольшую часть. Вот, когда мы берем тарифы для граждан, то мы видим, что у нас там оптовые цены в том виде, как для промышленности, нет. У нас есть так называемые на оптовом рынке регулируемые договоры, которые фиксируют вот эту покупную составляющую для граждан, и она ниже, чем есть. Гораздо ниже? На 20-30 процентов. Эта составляющая, да, не сильно ниже, но тем не менее ниже. Есть составляющая на передачу в тарифе для граждан. Вот с этой составляющей там как раз беда, и когда озвучивают цифру 230-250 миллиардов перекрестки, меряют вот в основном по ней. Потому что в некоторых регионах эта составляющая вообще равна нулю. То есть граждане не оплачивают. В некоторых она уже приближается к тарифу на низком напряжении. Но тут на помощь приходят государства наверняка, да? Нет, у нас в энергетике сложилась такая ситуация, когда у нас вот эти перекосы тарифные ложатся как раз на других потребителей. То есть у нас нет такой развитой системы перекрестного субсидирования, когда это есть непосредственно субсидии от государства из бюджета. У нас есть, когда некоторые потребители чуть-чуть больше платят, некоторые, значит, чуть-чуть меньше. Это граждане и приравненные к ним категории. Александр, мы вот попытались сейчас восстановить наш телефон. Дождитесь нас, мы с вами обязательно переговорим. Буквально через несколько минут выслушаем ваш вопрос. Для россиян введут в следующем году норму потребления электричества. Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Натальей Пороховой, главным экспертом Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», и Еленой Фатеевой, зампредседателя правления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Но мы обещали, все-таки выслушаем наших слушателей. Вот сейчас у нас Олег готов, по-моему, нам задать свой вопрос. Олег, здравствуйте, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Дождались вы все-таки своего звездного часа. Да, нам все получилось. Мы слушаем вас. У меня, собственно, несколько пунктов. Первое, на тему стоимости энергозбытовых. У нас, собственно, как и газ, так и энергокомпании совершенно непрозрачны. То есть они могут позволять себе какие-то, не знаю, миллионные вложения в фонды «Единая Россия» или большие премии начальства и так далее. То есть прозрачности нет, они говорят, что не убыточные, но совершенно не понимаем, как тратить эти деньги. И поэтому говорить о том, что они убыточные, их нужно срочно платить им больше денег, мне кажется, несостоятельно. Второй вопрос у меня, например, почему граждане должны платить больше, но в это время мы продаем, к тому же Китай или Финляндия, для эквенергии гораздо дешевле, чем мы продаем ее на высадном рынке. Второй пункт. И третий пункт, мы говорим, что для среднего россиянина это практически никак не повлияет, потому что берется 70% от среднего на это потребление поездка, да, значит? Да, в регионах имеется. Вот, ну, как мы понимаем, среднее на потребление, имеется в виду распределение какое-то нормальное, и это колокол. Вот, поэтому 70% от среднего под эту отсечку пойдет, ну, там, я не знаю, дай бог, наверное, 10%. И говорить лукаво о том, что это никого не затронет, ну, просто потому что математика. Да, я тоже это пытался объяснить, потому что я, например, тоже не знаю. Спасибо, Олег, большое. Итак, первая цена, почему она настолько непрозрачна? Ну, тут давайте, на самом деле, может быть, с конца, поскольку 70%. 70%. На самом деле, коллега совершенно прав. Нет, 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 я вот как раз хотела колоколу. 70% имеется в виду, если уж коллега представляет колокол, то это не шапочку отрезать, а 70% имеется в виду суммарного потребления. То есть мы перевалили через максимум, максимум потребляют в регионе, а на самом деле максимум, который создаётся в регионе, который употребляют потребители, это гораздо левее остаётся. То есть мы переходим направо, захватываем всё больше и больше граждан, и вот там делаем отсечку. То есть справа от максимума. То есть у нас действительно это 70% потребления, это не означает, что у каждого гражданина там 70% отрезается. Это означает, что реально действительно соцнорма будет значение иметь для 30% граждан. То есть все 70% граждан полностью должны уложиться в соцнорму. Вот в этом смысле 70% это первое. Второе, что стоимость, конечно, должна быть более прозрачной. И тут в смысле я согласна, и Наталья тоже про это, наверное, уже, по-моему, упоминала. Но это два процесса, которые должны идти с двух сторон. Что нам нужно делать более прозрачному цену тариф, более прозрачными и эффективными затратами, и в то же время вводить соцнорму. При этом еще раз скажу, что сейчас норма для тех пилотных регионов, которые вводятся, она не дает дополнительных денег энергетикам. Просто в рамках соцнорма чуть понижается, в ней рамок чуть повышается. То есть вот сейчас вообще ни о какой-то покрытии убыточности нет. Есть речь о том, чтобы на самом деле и в целевой модели тоже, это не дополнительные деньги энергетикам, это устранение пропорций между разными категориями потребителей электроэнергии, и гражданами, и, соответственно, промышленностью. Наталья, ну вот был еще один вопрос по поводу того, что почему мы должны платить больше, если мы продаем тем же китайцам энергию дешевле? Ну здесь я могу успокоить нашего слушателя о том, что на самом деле электроэнергия населению, как уже Елена говорила, продается по регулируемым договорам. Фактически в данном случае генераторы здесь не зарабатывают на населении. И, собственно, то, что продается Китаю, продается в данном случае не дешевле, чем нашим гражданам. Но проблема прозрачности, которую затронул наши слушатели, и действительно сейчас тема цен на электроэнергию это номер один, и, безусловно, в данном случае сейчас принимается достаточно много мер, чтобы повысить прозрачность, в данном случае в первую очередь сетевых компаний, потому что генерирующие компании у нас продают электроэнергию на конкурентном рынке, и, собственно, если нашим слушателям интересно, в принципе, все составляющие цены можно легко найти. В интернете. Да, то есть у нас есть оптовая составляющая, конкурентный рынок у нас есть сетевая составляющая, она восстанавливается регулирующими органами. И, наверное, в первую очередь вот здесь главный вопрос, насколько тариф... Там на них разберется только специалист, обычно просто гражданин вряд ли. Ну, я думаю, что да. То есть действительно, когда смотришь на сетевые тарифы, у тебя будут два одинаковых региона рядом, там соседних, там могут тарифы отличаться, ну, не в два раза, но достаточно на значительную величину. Телефон 651099,6, код города 495, звоните, либо пишите нам на страничке финам.фм в программу «Парадокс». Сергей у нас сейчас на связи. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, добрый день. Ребята, не поверите, второй раз звоню, просто меня разрывает. Хочу задать вопрос и хочу сказать... Вот у вас есть шанс. Спасибо. Я вот слушаю, слушаю, да, все это. Вот люди выступают. По-моему, эта вся система, вот которой сейчас рассказывают две прекрасные дамы, это все от Лукаула. Дамы, во-первых, прекрасные, а вот системы я сам не могу въехать, если честно. Сижу, пытаюсь въехать. Вы знаете, на самом-то деле это сделано в очередной раз для того, чтобы запутать окончательно, создать коррупционные системы и, в общем-то, ну, грубо говоря, заработать деньги. Ну, я все-таки надеюсь, что не в этом суть. Все-таки наверняка есть какой-то положительный эффект, то есть у людей есть наверняка какая-то цель благородная в этом, но я пока ее не чувствую. Это не благородная цель. Благородная цель была бы тогда, когда электроэнергия реализовывалась бы всем по одинаковой цене, пусть дорогой, но знакомой, заранее сформированной и официальной. Да, но, Сергей, понимаете, фишка-то в чем? Я тоже так думал, но... Да, мы мне только что объяснили, что если вот мы будем платить столько же, ну, одинаково вместе с промышленными предприятиями, то цена у нас, для нас повысится и значительно, может быть, даже раза в два. Одну секунду, одну секунду, простите, вы мне не дали договорить. Да. Я полностью за то, чтобы цена была прозрачной и единая для всех. И вы готов платить больше? Я не то, что готов, но у нас есть некоторые социальные группы, которым необходимо оказывать помощь. Вот в рамках 30%, 40%, 50%, пусть оказывает помощь наша социальная защита. А электроэнергия – это продукт, он должен стоить одни деньги. Не надо накручивать по 10%, по 20%. Эти пересчеты будут в результате обращения в суд. Бедные бабушки будут стоять в очереди. Ну, бред силы, как бы, все по-русски. Все по-русски. Понятно, Сергей, понятно ваше возмущение. Спасибо за звонок, спасибо. Да, Наталья. Как бы, то, о чем говорит Сергей, на самом деле обсуждалось. Обсуждалась некая там адресная помощь непосредственно неким социальным группам. Но в ходе того обсуждения, которое ведется, вот я там пришла работать в федеральной службе по тарифам 10 лет назад, вот тогда мы обсуждали социальную норму. И за эти, как бы, 10 лет все-таки пришли к выводу о том, что это очень сложно определить адресные, там, эти группы, да. А в чем проблема-то? Ну, соответственно, непосредственно дать им какие-то… Вообще нет никакой проблемы. Когда есть намного более простой механизм, вот есть пенсионер, скорее всего, он потребляет мало, так как у него нет там джакузи обогреваемых полов. И это достаточно просто определить, что для него электроэнергия будет стоить дешевле. А, соответственно, ведь у… По-моему, Сергей говорил, совсем гораздо проще схему предлагал. Ну, он предлагал дать денег, там, монетизировать льготы, да? Нет, уравнять цену за электроэнергию для всех. А, да, а монетизировать уже непосредственно для тех, кому это надо. Ну, соответственно, монетизация льгот, она прошла, наверное, там, в каком-то тысяч пятом году, наверное, для всех удачно. И уже заявлено о том, что, скорее всего, это все провалилось, неудача и так далее. Здесь действительно есть очень один, второй побочный эффект, потому что мы начнем экономить. Будет некая там культура экономии электроэнергии, которой у нас сегодня действительно нет. Да, мы не выключаем свет за собой в коридоре, ложимся спать и тому подобное. В отличие от европейцев, где это, наверное, там, одна такая, там, некая даже культурная особенность, там, экономить электроэнергию, экономить воду. Почему нет? А можно я так пару слов добавлю? На самом деле, мне-то вот как энергетику вообще идея Сергея очень нравится. Мне тоже нравится. Действительно, но тут дело в том, что вот тут вот дальше, на самом деле, когда Сергей говорит, что будет после этого все прозрачно и хорошо, то действительно, тут я соглашаюсь с Натальей, что когда вот эти вот социально незащищенные группы обратятся за как раз этими субсидиями, то они там нахлебаются, и им тоже будет тяжко это все получить. Систему нельзя построить так, чтобы не было горькой обиды. Второе. Все-таки Сергей так смело заявил за всех граждан, что он готов платить честную цену, даже пусть она будет выше. Но не каждый гражданин, даже если он не является, ну, там, социально незащищенной категорией, все-таки так скажет смело. Вот. Все равно люди хотят иметь некий, ну, определенный объем, который они платили бы по прежней цене, а еще лучше, более низкой цене. И в этом смысле как раз логика, что тот, кто больше потребляет, чем этот некий норматив, платит больше, если он не занимается энергоэффективными, там, изысканиями, поведением, то он платит больше. В этом смысле это даже некий такой, ну, имеет, вот как раз приучение людей к энергоэффективному поведению и дополнительный такой вот ракурс. Не стимул. Ну, это есть экономический стимул, более сильный, потому что вне рамок соцнормы, как мы знаем, тариф будет больше. Вот. Сейчас у нас, прямо скажем, нету граждан стимула заниматься энергоэффективностью. Владимир еще к нам дозвонился. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вот я хотел бы, я хотел бы вашим гостям задать такой вопрос. Известно, что износ вот в электроэнергетике сейчас составляет 55-65%. И вы помните, наверное, вот в 2005 год такую крупную аварию на подстанции в Чагино, в Москве, когда вот больше двух миллионов москвичей остались без света, да? Да. И в то же время у нас есть такая государственная энергетическая компания под названием Росгидро. Вот эта компания, она предпосла вот повышению инвестиций в основной капитал, то есть оборудование свое улучшать. Она купила контрольный пакет акций футбольного клуба «Алания». Вот что это такое? Объясните, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Спасибо за звонок, за вопрос. Это некое такое неэффективное использование средств. Я считаю, что это безобразие. Я считаю, что потом у нас Росгидро действительно управляется, контролируется государством. То есть на самом деле, если государство желает так неэффективно тратить вот эти деньги, которые обязательно должны быть, конечно, потрачены на оборудование, на качество поставки потребителей. Вот на самом деле здесь есть правильное такое, что сейчас есть некое развитие, вот открытое правительство выступило с инициативой, чтобы союзы, советы потребителей создавались при всех регулирующих органах, при министерствах и как раз для контроля инвестпрограмм. И, наверное, это правильно. Наверное, это поможет. Вот вопрос эффективности затрат. Вот если мы берем затраты, начинаем действительно тратить их на ремонт оборудования, вопрос эффективности потребителю трудно оценить, но вот эти вот затраты на футбольный клуб, на благотворительность. Но непрофильные активности. Непрофильные, непрофильные. А потребители вполне оценить могут и, наверное, как раз на этапе формирования инвестпрограмм можно это делать икать. Сергей к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Алло. Да, Сергей. Добрый день. Да, здравствуйте. А ваши барышни не могут подсказать, какая доля потребления электроэнергии частных секторов, ну, вы имеете в виду домохозяйства и промышленности? Вообще в России вы имеете в виду среднее, да? То есть распределение электроэнергии между промышленностью и частным сектором. Спасибо за вопрос. Ну, промышленность потребляет где-то 60%, соответственно, прямое потребление населения — это 17%, остальное — это потребление ЖКХ и прочих. Вот и ответ на вопрос 6510996, код города 495. Потери в сетях. Да, потери есть, кстати. Это отдельный, отдельный вообще разговор, да. Отдельный я брала отсюда. Да, ну и также вы можете, уважаемые слушатели, нам написать сайт финам.фм, программа «Парадокс». Мы сегодня говорим как раз о том, что в следующем году для россиян ведут нормы потребления электричества. Через несколько минут продолжим. Мы сегодня обсуждаем нормы потребления электричества, которые собираются ввести в следующем году для россиян. Напомню, что мы сегодня беседуем с Натальей Пороховой, главным экспертом Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», и Еленой Фатеевой, зампредседателя правления некоммерческого партнерства, гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Но вот нас ждет Александр. Давайте мы с ним сначала переговорим. Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, мы вас слушаем. На прошлой неделе у вас была передача, в которой тоже обсуждали эту тему по тарифам. Так вот, там один товарищ сказал, что тарифы больше, чем у нас, только в Болгарии. В Болгарии там все беспорядки идут. Не боятся они, что это кончится именно тем. Это первый вопрос. А второй вопрос. Какие все-таки тарифы у них в Штатах и в Европе? Что вот все ссылаются, что у них больше. Вот хотелось бы просто вот не слышать, что ли. Спасибо. Спасибо, Александр, за вопрос. Наталья, ну, что с тарифами? Ну, если говорить о Болгарии, да, то есть, скорее всего, здесь имелось в виду то, что в так называемом переводе по паритету покупательной способности у нас тарифы выше, чем в Болгарии. Ну, по крайней мере, я видела в данном случае. Скорее всего, там была Скандерича Нигматорин у вас был в студии. Да, все-таки тарифы у нас для населения сейчас в абсолютных цифрах ниже, чем в Европе. Если говорить там о Штатах Европы у нас, где ниже, где выше, да, если говорить о промышленности, то сегодня у нас промышленность платит где-то около 8-9 евроцентов, тогда как в Америке 6-7. И, ну, в Европе значительно выше, там, в Германии это 15 евроцентов. Если говорить о населении, то средний тариф населения у нас где-то 2,5 рубля, да, сколько это, около там 8 центов. Тогда, как, соответственно, в США цены для населения не выше, чем для промышленности, в два раза, то есть это говорим о 15 центах. И, соответственно, Европе это совсем очень высокие величины. На самом деле это вот можно, я все-таки, ну, не удержусь сказать, на самом деле действительно некоторые коллеги говорят о том, что цены у нас самые высокие, но это на самом деле иллюзия и легенда. У нас вон самые низкие цены, там, можно сказать, в Греции и Франции, там, где 6 рублей, если пересчитывать из евроцентов, а в Германии, там 11 рублей, например, за киловатт-час, то есть и там реально люди уже экономят, занимаются энергоэффективными. То есть вы хотите сказать о том, что на самом деле у нас дела обстоятельства не так плохо? Нет, не так плохо. Но может быть хуже? Ну, для промышленности, наверное, все-таки у нас стоят дела как бы немножко странно, да, что у нас цены на электроэнергию, да, выше, чем там у конкурентов. Но для населения действительно у нас цены низкие, да, и, ну, другой вопрос, это не значит, что мы должны только повышать цены на электроэнергию до уровня промышленности. Наверное, мы должны... Нет, коллеги, если мы посмотрим на ситуацию, то получится, что если мы сложим сумму, которую платят промышленность, и сумму, которую платят граждане, ну, разделим, но это, грубо говоря, на всех поровну, вот как Сергей предлагал, если я правильно помню, то мы же получим не то, что платит промышленность, а чуть ниже, и не то, что платят граждане, а чуть выше, да, то есть мы же этим образом снизим для промышленности, но вынуждены будем там для граждан. То есть у нас как раз и получится такая цена, которая уже будет правильно, наверное, сопоставлять. Понятно. Давайте послушаем еще Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте. День добрый, здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Я внимательно слушаю ваших гостей. И ничего не понимаю вообще из-за того, что они говорят. Зачем они это говорят? Так, Дмитрий, давайте разбираться, что вы не поняли. Да, смотрите, все просто на самом деле. Какая страна, которая добывает больше всех углеводородов в мире, иметь такие цены. Мы все время говорим об энергоэффективности и прочем, 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 прочем. Ну, как может быть эффективной перевозки по железной дороге по цене на электроэнергию? Почему не сделать, как было в Советском Союзе? Там же ведь не все было плохо. Почему раньше в Советском Союзе те населенные пункты, которые находились недалеко от гидроэлектростанции, там была самая дешевая электроэнергия в Советском Союзе? А что сейчас происходит? Варварские цены. Как может промышленность быть конкурентоспособной при такой цене? И не надо нас сравнивать ни с Европой, ни с Америкой. Мы сами по тебе. То есть нет порядка, Дмитрий, да? Вы хотите сказать, просто нет системы, выработанной системы, нет порядка. Ничего нету. Понятно. Вы попробуйте меня убить в обратном. Сейчас попробуем. Спасибо, Дмитрий. Елена Игоревна. Ну, тут на самом деле, наверное, несколько тем слушатель затронул. Ну, не готовы сравнивать там с железнодорожными перевозками. Нет, человек говорит о том, что... Дмитрий говорит о том, что у нас система, та, которая сейчас есть, она неэффективна. Поэтому сколько бы мы ни говорили, чтобы мы не придумывали по поводу электроэнергии... Слушатель затронул несколько вариантов. Во-первых, он сказал, что сама система, например, там, ну, видимо, производство и транспортировки электроэнергии неэффективна. Об этом мы уже поговорили, что действительно работать над эффективностью надо, надо улучшать, либо развивать рынок там, если это конкурентные отрасли, либо улучшать регуляторику, если это монопольные... Сейчас этого нет. Ну, регулирование у нас есть, рынок у нас есть, все можно улучшать, повышать эффективность, прозрачность. Это мы уже проговорили. Вопрос, почему у нас раньше около гидроэлектростанции была, например, цена дешевле, тоже имеет место быть. Потому что раньше у нас цены формировались, вот это вот, на самом деле, содержательный вопрос, в рамках региона. И региональная генерация считалась генерацией, которая работает на территории региона. Поэтому цены по регионам различались очень значительно для промышленности тоже, потому что у нас, если это региональная генерация дешевая, гидрогенерация повезла региону, значит, там были дешевые цены. Вот Иркутск, Хакасия такой пример. Собственно, поэтому там и цены для граждан, для промышленности сильно отличаются. Потому что для граждан оставлен тот низкий тариф, который был. Вот теперь у нас есть оптовый рынок, единая площадка, где все генерирующие мощности продают свою электроэнергию. Если она достаточно крупная, независимая. И каждый регион имеет возможность фактически большие значительные объемы купить только там. Соответственно, цена в каком-то смысле выровнялась по стране. То есть она действительно выросла в тех регионах, где была именно дешевая гидрогенерация, скажем. И это справедливо считать с точки зрения рынка экономики. А в тех регионах, где была дорогая тепловая, цена упала. Но если это мы в перспективе смотрим. И теперь выровнялась. Ну, не знаю, можно обсуждать возврат в модели регионального формирования цены. Но у нас рынок. Мы специально шли к конкурентному оптовому рынку. Мы туда пришли. Теперь у нас нет такой сильной зависимости. Вопрос только о транспортной составляющей. Сколько в каждый узел доставляется. Наталья, а вы согласны? Ну, безусловно, то, о чем говорила Елена, у нас формировался рынок, где, соответственно, существует маржинальная цена. И часть генераторов действительно стала получать некий маржинальный доход. В целом, сегодня существует очень много критики к рынку, не только у простых потребителей, а, собственно, у участников рынка. И сейчас действительно рассматривается некое изменение модели рынка. Пока конкретные модели не принято, но те какие-то недостатки, когда мы говорим о маржинальном доходе каких-то потребителей, да, когда потребители действительно в Хакасии стали платить намного больше, хотя там находятся крупные генерирующие объекты. Ну, сейчас какая-то некая работа ведется. Давайте Татьяну послушаем. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Я возмущена высказыванием одной из ваших гостей по поводу того, что у бабушек, наверное, нету джакузи, у бабушек, наверное, нету теплых полу. Вы хотите сказать, что у нас у большинства бабушек есть джакузи и есть теплые полы? Нет, не у большинства. Не у большинства бабушек. Но есть. Уже есть бабушки, у которых есть все это. Вот мне 58 лет, я 40 лет отработала, сейчас я на пить. Ну, вы не бабушка вообще, подождите. Я нормально зарабатывала и как бы имела возможность сделать себе нормальные условия бытовые. У меня есть все. Почему сейчас, да, я нормально работавший, заработавший себе все это человек должна получать вот эту минимальную пенсию, которая подносит. А теперь мне еще увеличат дарифы. Ну, понятно. За сверхпотребление. Значит, если я бабушка, я не имею права пользоваться, получается, ничем. Да? Потому что пенсии моей не хватит, кстати, этого. За 40 лет я государство отдала. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Попытаемся сейчас на него ответить. Ну, хотела бы обелить нас с Натальей. Насколько помню, я ведущий, так махнул легко про бабушек из джакузи. Ну, вот, на самом деле... Ну, все-таки, мне кажется, Татьяна не бабушка. Да, 58. Как в этом фильме, да, она вас еще похожа. Моя мама старшая, она читает... Да, я тебя молодой. Но, на самом деле, про бабушек это как раз в постановлении сказано. Если это одиноко проживающий пенсионер или одиноко проживающая семья пенсионеров, то вначале они вообще 100% потребления потребляют в рамках, ну, по тарифу соцнормы. То есть, как бы в рамках соцнормы. А потом для них существует серьезный повышающий коэффициент, там, полтора. То есть, на самом деле, как раз удивительно в этом смысле продуманное постановление. Может быть, поэтому структура соцнормы кажется такой сложной, что там для каждой категории были предприняты определенные меры. Вот, в частности, для пенсионеров и одиноко проживающих семей пенсионеров. Вот из всего, что сегодня было сказано, и вы говорите о том, что постановление было продумано и так далее. Я вам верю на слово. Я вас сейчас вижу здесь, в студии, да? Я вам верю на слово. Но когда читаешь или слушаешь, или пытаешься вникнуть в суть, начинаешь путаться и не можешь разобраться. Может быть, поэтому для наших слушателей очень трудно понять смысл этого постановления. Трудно уяснить, что, может быть, для нас, как для потребителей, не будет повышения, как такового, тарифа. Хотя из всего, что сказано, вытекает именно повышение тарифа. Для большинства нет. Для некоторых определенно да, иначе зачем это... Нужен переводчик нашему правительству. Просто переводчик. Чтобы любое постановление, любая идея была доходчиво рассказана и представлена россиянам. Они не понимают, что от них хотят. Они не понимают, что такое 30%, что такое 70%. Радиофинам ФМ. Наша работа, поэтому вас позвали. Я хочу понять еще. Такую вещь. Результат. Это реформа. Результат будет? Елена Игоревна. Результат. И когда мы его увидим, на самом деле? То есть это же не сразу. С 1 января поступят эти нормы. Мы их увидим. В регионах будут их обсуждать. Ну, результат, смотрите, результат будет. Реформа, как вы его называете, на самом деле, опять-таки скажу, удивительно, идет постепенно и осмысленно. Вот сейчас в 7 регионах уже они названы пилотами. Причем в 5 из этих регионах, обращу внимание, уже и раньше была соцнорма. То есть соцнорма, в принципе, в стране была в некоторых регионах. Теперь к ним прибавилось еще 2 региона. Этот пилотный проект будет идти до 1 июля, как я сказала, как пилот. К 1 июля 2014 года к нему должны присоединиться другие регионы. И есть возможность те ошибки, которые будут в пилотах, учесть и улучшить постановление. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Это была программа «Парадокс». Удивительные эксперты у нас сегодня были. Спасибо вам. Спасибо вам. До встречи. До встречи.